МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каноков пришел вместе с членами общественного совета КБР. Наш специальный корреспондент Марина Ярославская о задачах, поставленных перед консультативным органом КБРДНОБАЛКАРИИ и ответных предложениях. Общественный совет при главе КБР должен стать органом дела, а не слова, скажет, начиная свое выступление, Хажесмель Тхагавсоев. На этом пути, по мнению председателя, поможет структурирование работы. Десять комиссий, в том числе по межконфессиональным отношениям, природопользованию, спорту, образованию, станут тем самым органом гражданского контроля. Сегодня к этому списку прибавилась еще одна комиссия по вопросам социальной защиты населения и делам ветеранов. Система общественного сотрудничества с работой, скажет Тхагавсоев, если руководители всерьез поймут задачи совета и его комиссии. У многих министров, у многих председателей комитета, есть вот такой четко выраженный синдром. Не ходить на мероприятия гражданского общества. Они там что-то решают? Ну пусть решают сами. В лучшем случае могут заново прислать. Мне кажется, в нашей маленькой республике этого быть не должно. Арсен Коноков предложит в ответ заложить в общественный совет и наблюдательные функции. Встречам членов комиссии с работниками министерств их руководители препятствовать не должны. Более того, Коноков считает необходимым увеличить масштаб схемы гражданского партнерства и на селе создавать свои общественные советы из числа старейшин и уважаемых на местах людей. Чтобы у нас независимая оценка происходила, я понимаю, что я приезжаю в населенный пункт, мне очень красиво все рассказывать. Я уезжаю из села, так и не узнав, что на всяком случае для этих жителей села в первую очередь необходимо. Может быть там надо сначала, как говорится, водоснабжение наладить, потом дом культуры или наоборот. До апреля члены совета могут и, по мнению Конокова, должны сформулировать свои предложения и таким образом поучаствовать в составлении послания главы республики парламенту Кабардино-Балкарии. Так, скажет он, настроится точечная работа и изменения в бюджете будут более эффективными. Услышать все проблемы, все, что сегодня беспокоят жители нашей республики. И не потому, что мы кому-то хотим понравиться или хотим там, в принципе, показать, что мы заботимся о них. На самом деле, это наша задача власти дойти, решать те проблемы, которые стоят перед республикой. В завершении заседания глава отметит, чтобы, цитата, «не допустить размазывания федеральных денег, придется пойти на софинансирование по некоторым программам из республиканской казны. Например, средства, выделяемые на ремонт фасадов райбольниц, дополнять полноценным внутренним ремонтом за счет денег от республики». Марина Ярославская, Слан Карданов, Вести недели, Кабардино-Балкария. В пятницу в Лискенском районе состоялось выездное совещание главы Кабардино-Балкарии с руководителями муниципалитетов. Знакомство с ситуацией непосредственно на местах – практика, введенная Арсеном Коноковым, достаточно давно и ставшая уже привычной. Но это совещание было особенным. За его ходом жители республики могли следить в режиме онлайн. Трансляция поездки Арсена Конокова в район велась на сайте главы КБР. Подробнее наш специальный корреспондент Сафар Гириев. «Конечно, за 8 лет полноценно выстроить муниципалитет невозможно», – говорил глава района, показывая до начала совещания Арсену Конокову некоторые объекты соцкультбыта. Но благодаря помощи республиканских властей за последнее время удалось сделать многое. А в ближайшие 2-3 года районы власти намерены стать вровен со своими более развитыми соседями. Проект строительства больничного комплекса в Анзарее стоит более 600 миллионов рублей. 300 выделяет республиканский бюджет, и столько же федеральный. Нулевой цикл практически завершен. Началась работа над некоторыми проектными операциями. «Давайте завершены. На 2013 год запланировали, к концу 2013 года. В этом году сколько ли? 150?» «Да». «Софинансируем 150, да?» «Значит, 150 в этом, 150 в другом. И мы в следующем году ее запускаем, да?» «Успеет за 2 года подрядчик?» «Подрядчик обещает». А вот современный многофункциональный спортивный комплекс в Урухе будет сдан в этом году. Все проблемы села разом не решить, но стремиться к этому необходимо, отметил Арзен Коноков, уже открывая совещание с главами муниципалитета. «Очень важно, чтобы активно участвовали во всех этих процессах администрации, не только районов, но и главпоселений, чтобы вот все те проблемы, которые есть сегодня на селеном пункте, чтобы мы четко представляли, с каким проблем мы сегодня сталкиваемся». Ну а те, о чьих проблемах шла речь, тем временем могли наблюдать, как ищут решение наболевших вопросов власти республиканского и муниципального уровня. Трансляция совещания в режиме онлайн велась на сайте главы Кабардино-Балкарии. Призыв Арсена Конокова к открытому диалогу прозвучал и в глобальной сети. «Наша задача выявить полностью, какая потребность и что является первоочередными задачами, что является второстеперными задачами. Поэтому в данном случае, просьба в чем, если есть такого рода проблемы, не скрывать эти проблемы, выявлять, активно участвовать и помогать в этой части». «В небольшом районе всегда есть возможность в открытую общаться с жителями, убежден глава республики. Население знает, чем администрация занимается сегодня. Что получается, что нет. И по какой причине? К примеру, Лискенский район аграрный, но всего 16 тысяч гектаров пахотных земель не смогут обеспечить благосостояние его жителей даже при самом их эффективном и рациональном использовании. Необходимо развивать другие отрасли. Успехи, конечно, есть. Проблем тоже немало, как, впрочем, и в других муниципалитетах». «Особенное внимание хотел бы обратить на сохраняющуюся высокую дотационность бюджета, недостаточно с инвестицией в основной капитал на простаивающие мощности переработки плодовой машины. Также в поселениях имеются проблемы, связанные с ремонтом дорог, необходимостью проведения капитального ремонта отдельных учреждений здравоохранения, образования». «Задачи обозначены. Пилотный выход во всемирную паутину прожел удачно. Практику интернет-трансляции Рощино продолжит». Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. «Вести недели. Кабардино-Балкария». «И глава КБР на этой неделе провел совещание с руководителями силовых органов. С определения главного вопроса по вестке дня, анализа криминогенной ситуации в республике на примере Нальчика, начал встречу Арсен Коноков. В столице республики проживает почти треть населения КБР. Ежесуточно здесь пребывают около полумиллиона человек, и это не только жители Кабардино-Балкарии, но и гости. Именно поэтому обеспеченный правопорядок на территории Нальчика является приоритетом в работе всех силовых органов», подчеркнул Арсен Коноков. Докладчики в свою очередь отметили снижение числа некоторых видов преступлений. Главной задачей по-прежнему остается борьба с экстремизмом и терроризмом, а также профилактика правонарушений в молодежной среде. Силовики заверили, что принимаются все меры для комфортного проживания жителей города, возобновлена деятельность двух отделов внутренних дел, налажено тесное взаимодействие с администрацией Нальчика, реализуется программа «Безопасный город». Однако главным критерием эффективности деятельности силовиков является оценка граждан, сошлись во мнении участника совещания. Для ее выявления решено периодически проводить соцопросы, чтобы видеть и слышать реакцию со стороны. Глава КБР потребовал от правительства завершить работу по бюджету к концу марта. До середины апреля документ должен быть представлен на утверждение в парламент и со второго квартала начаться его исполнение. Поставил задачу перед экономическим блоком кабинета министров Арсен Коноков. Первый зам предправительства Валерий Жилов сообщил, что с учетом поступивших заявок расходы бюджета должны возрасти почти на 5 миллиардов рублей. Часть будет профинансирована из федерального бюджета, часть за счет дополнительных собственных доходов, перераспределения средств в бюджете и привлечения коммерческих кредитов. Но необходимы дополнительные средства, еще чуть более миллиарда. Отвечая на вопрос главы КБР, где взять недостающую сумму, Жилов предложил тщательно изучить возможности более активного участия республики в различных федеральных целевых программах, в том числе ЮГ России, а также заключить соглашение с кредитными учреждениями по проведению единой финансовой политики в КБР. Первый вице-премьер также выступил с критикой в адрес глав местных администраций. По его мнению, их деятельность по привлечению инвестиций нельзя назвать эффективной. Арсен Коноков в ответ потребовал от Минэкономразвития доработать критерии оценки эффективности деятельности глав администрации, которые бы мотивировали их на развитие территории. Их может быть пять, но при этом они должны отражать результат, который на самом деле зависит от работы местных властей, считает глава Кабардино-Балкарии. Например, выросли за год объем инвестиций, собираемость налогов, количество субъектов бизнеса. Если такой рост и есть, муниципалитет должен получать за это премии. Арсен Коноков коснулся темы исполнения бюджетной дисциплины, подвергнув жесткой критике руководителей министерств, ведомств и райгородминистрации за накопленные долги, прежде всего, по коммунальным платежам. Глава республики дал понять, что профпригодность министров и глав администрации будет определяться, исходя из эффективности решения поставленных задач, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР. С 2009 года, благодаря активным мерам, уровень безработицы среди молодых специалистов в республике снизился почти втрое. Об этом глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков рассказал в интервью газете «Комсоморская правда». Посвящено оно проблемам, с которыми сталкивается молодежь на рынке труда и действиям властей, призванным изменить ситуацию. Одной из причин, по которой выпускники вузов не могут устроиться на работу, по мнению Арсена Конокова, является отсутствие опыта работы. Приобрести его молодым специалистам помогают специальные стажировки, которые уже третий год совместно организовывают Республиканский госкомитет по занятости и Минобра. Кроме того, по словам главы КБР, осуществляется ежемесячный мониторинг трудоустройства молодых специалистов, формируется список выпускников и банк данных работодателей, предоставляющих места для стажировок. Кстати, заветную практику молодые работники могут проходить и за пределами региона. Под контролем правительства проходят ярмарки вакансий для молодых специалистов. Госкомитет по занятости анализирует ситуацию на рынке труда и регулирует для вузов число необходимых на выходе специалистов. Важным Арсен Коноков считает и то, что работа с будущими профессионалами в Республике начинается со школьной скамьи. Профориентационные уроки, компьютерное тестирование профи плюс и ярмарки учебных и рабочих мест проводятся и для выпускников школ. Сегодня к прецедентам на ту или иную должность предъявляются иные требования, нежели 20 лет назад, отмечает Арсен Коноков. Выбранные профессии должны соответствовать и качеству образования, и психологический тип личности, и медицинские показания. Потому самое пристальное внимание в Республике выделяется профориентацией молодежи, подчеркивает глава Кабардино-Балкарии. В четверг в Республиканском парламенте обсудили проблему нехватки мест в детских садах Кабардино-Балкарии и состояние и перспективы развития системы дошкольного образования в целом. В рамках правительственного часа выступил министр образования и науки КБР Сафарбиш Хагабсоев. Рассказывает Алим Хостов. Сегодня 37 тысячам жителей Республики от 2 до 7 лет. Кривая демографии, которая за последние годы поднималась все выше и выше, сегодня как в потолок начала упираться в проблему нехватки мест в детских садах. Вопрос решают несколькими способами. Строят новые здания, открывают дополнительные группы на базе общеобразовательных школ, а также реструктуризируют учреждения вида начальной школы детский сад. Таким образом, за последние несколько лет удалось увеличить количество мест в детских садах на несколько тысяч. По состоянию на 1 сентября 2011 года, образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, укомплектованы на 130%. Средняя наполняемость в группах, в учреждениях республики составляет 27,5-28 детей. Сегодня острая нехватка ощущается в ясельных группах, отметил Сафарбиш Хагабсоев. Места малышей до 3 лет заняты теми, кто постарше. Еще один нерешенный вопрос – слабая материально-техническая база учреждений. В 2012 году по федеральной программе в Кабарино-Балкарию придут средства до 1 миллиарда рублей. Эта сумма должна стать подспорьем в решении многих злободневных проблем. Затронули также вопрос родительской платы в садиках. Во всех учреждениях республики установлены ограничения по ее размеру, согласно постановлению правительства, не более 20% от расходов на содержание ребенка в образовательном учреждении. Для отдельных категорий граждан, в частности для родителей, имеющих трех и более детей, размер родительской платы не превышает 10%. Это много или мало по сравнению с другими регионами Северного Кавказа, спросит Ануар Чеченов. Практически на одном уровне, заверит министр. Сафарбиш Хагапсоев сообщил также, что после оптимизации штатных единиц, заработная плата воспитателей дошкольных групп выросла с 7 до почти 10 тысяч рублей. Алим Хостов, Альберт Корцаева, Сламур Захандохов. Вести недели. Кабардино-Балкария. Далее в нашей программе. Какую помощь готова предложить Кабардино-Балкария нашим соотечественникам в Сирии. Члены правительственной комиссии собрались на очередное заседание. Работа на миллион. Начинающие лекари сельских амбулаторий и больниц получат подъемные. Готовы ли выпускники медицинских учебных заведений участвовать в госпрограмме? Рев моторов, запах жженой резины и адреналин. Гоночный сезон набирает обороты. После короткой рекламы мы продолжим знакомить вас с главными событиями уходящей недели. Оставайтесь на телеканале «Россия». В эфире итоговая программа «Вести недели Кабардино-Балкария». Мы продолжаем. В пятницу в Нанчике состоялось заседание правительственной комиссии по развитию связи с отечественниками, проживающими за рубежом. Участники встречи обсуждали проблемы после действия репатриации черкесов из Сирии. Рабочая группа комиссии в течение двух недель собирала информацию о положении черкесов на Ближнем Востоке и о ситуации в Сирии в целом. Слово Зорги Дуеву. В Сирии члены рабочей группы побывали в составе большой делегации, направленной для изучения ситуации в стране Советом Федерации России. Задача состояла в том, напомнила заседание комиссии участник поездки президент Международной Черкесской Ассоциации Кончаби Ажахов, чтобы на месте собрать данные о положении черкесской диаспоры и по возвращению сформулировать и представить на рассмотрение Верхней Палаты Российского Парламента свои предложения. Что мы увидели и услышали? Значит, то, что политическая ситуация в Сирии вызывает обеспокоенность черкесской диаспоры и Сирии, однако массового стремления к переселению в Российской Федерации нет, особенно среди старшего и среднего возраста молодежь высказывала более откровенно, что в принципе готовы к переселению в Российскую Федерацию. Гуманитарная ситуация в черкесской общине Сирии, по словам Ажахова, в целом не может быть квалифицирована как гуманитарная катастрофа. Но если ситуация изменится к худшему, то не исключено, что некоторым выезжать все-таки придется. А без документов это невозможно. И тогда не исключено, что потребуется упрощение соответствующих процедур. Существом наполнено выступление Ажахова, председатель Госкомитета Кабарина Балкарии по делам общественных и религиозных организаций, руководитель рабочей группы комиссии по делам соотечественников Борис Паштов. На 10 марта 2012 года общественной организацией Парат и Международной Черкесской Ассоциации оформлены приглашения на 287 человек и направлены для согласования в миграционную службу. Миграционная служба рассмотрена и одобрены 108 приглашений на соотечественников, которые направлены в Сирийскую Аравскую республику. На текущий момент в республике находятся около 20 граждан Сирии, намеренных остаться на постоянное место жительства в Кабарина Балкарской республике. Из них 9 человек находятся в гостинице «Стенарт». Им обеспечено проживание и питание 5 человек в сентябре и дружба. Кроме этого, в ходе заседания обсуждались итоги реализации плана мероприятий по сохранению и развитию связи соотечественниками. Как сообщил Борис Паштов, уже в этом году будет создан Центр адаптации репатриантов. Детские лагеря готовятся принять детей из Турции и Ордании, Сирии, Казахстана и Крегизии. Сегодня в Кабарина Балкарии обучаются около 300 студентов из стран проживания адыгской диаспоры. Их количество планируется увеличить до 500. Соответствующее поручение дано Минобру республике. Недавно 80 сирийским студентам из личных средств главы Кабарина Балкарии оказана материальная помощь. Итоги заседания подвел руководитель комиссии, вице-премьер Тимбулат Эркенов. Ситуация в Сирии отслеживается на высшем уровне. Информация получается оперативна. Реакция на нее должна быть обдуманная. Полезная для всех, отметил он. Заур Гидуев, Сафар Гириев, Анатолий Дереко. Вести недели. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей и гражданах, которые хотят взять их на воспитание, теперь доступен уполномоченному по правам ребенка при главе республики. Соответствующие изменения были сначала внесены в федеральный закон об основных гарантиях о правах ребенка. А теперь документ принят на региональном уровне. До сих пор вся информация о потенциальных родителях и усыновляемых была доступна только ограниченному кругу представителей госвласти. Нововведение же, по мнению разработчиков, сделает процедуру усыновления более прозрачной и качественной с юридической точки зрения. Операторы государственных банков данных будут располагать все информации о детях, об их заболеваниях, генетических или наследственных, биологических родителях и другой. Данные о тех, кто хочет усыновить, теперь тоже доступны для детского омбудсмена. Чем больше информации для уполномоченного по правам ребенка, тем лучше контроль за правильностью усыновления, удочерения, правильностью воспитания в семье, правильностью контроля за теми лицами, кто желает усыновить или удочерить детей. Сегодня в Кабардино-Балкарии детей-сирот и оставшихся без попечения родителей по сравнению с другими регионами не так много. Но сколько бы их не было, защита их прав – одна из главных задач государства, считают разработчики проекта. Миллион рублей. Именно столько с этого года государство выделяет приезжающим работать в села молодым специалистам. При этом они обязаны отработать в населенном пункте пять лет. Таким образом планируется ликвидировать дефицит сельских врачей. Помощь по госпрограмме могут получить все выпускники медицинского факультета КБГУ. Но готовы ли молодые специалисты начинать карьеру в сельских лечебных учреждениях, узнавал наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. О программе субсидирования студенты медфака КБГУ слышали, однако начинать свою карьеру с небольшой амбулатории не торопятся. Я вырос в городе. Для меня лично сельские условия неприемлемы. Я еще не смогу в селе быть. Вот может для тех людей, которые смогут всего поехать и в селе смогут обустроиться, для них это будет выгодно. Нет досуга и комфорта – вот основные аргументы молодых. Правда, есть и другое мнение. Многие уже оценили выгоды госпрограммы. На один миллион вполне можно купить дом в сельской местности. Взамен государство требует лишь пять лет отработать в деревне. Я бы согласился. Там очень много положительного. Самое главное – быстро врач набирает обид, чем в городе. А тем временем в селе Ново-Ивановское Майского района с населением в несколько тысяч жителей место педиатра остается вакантным с прошлого года. Не приезжает даже неплохая по местным меркам для начинающего медика заработная плата – больше 8 тысяч рублей. С июля месяца у нас уволен из педиатра по возрасту и по заболеванию. И в настоящее время в течение полугода острая нехватка. У нас детского населения 804 человека. Обслуживаем мы наш населенный пункт и плюс еще пять хоторов. Участок очень сложный. Педиатр, конечно, нужен. Наши дети заслужили этого. Сегодня обязанности детского врача, что называется, на общественных началах, выполняют другие медики. Пока справляемся, говорят они, нельзя же оставлять маленьких деток совсем без планового обследования или даже лечения. Пациенты у нас маленькие. Да, правда же, кукла. По всей стране на реализацию программы субсидирования будет выделено около одного миллиарда рублей. Глава Минздравства соцразвития России Татьяна Голикова, выступая на заседании Президиума правительства России, отметила, что и региональные власти должны поддерживать молодых врачей, которые работают в районных больницах. Мы ориентируем на это регионы, потому что это их юрисдикция. И надо сказать, что многие из них на такие решения тоже пошли в дополнение к федеральной поддержке. Средства под госпрограмму еще не выделены. Однако во многих регионах страны заявки от молодых медиков уже поступили. И в немалом количестве. Аберт Кольца Абаса Мурзакандоха, Вести недели, Кабардино-Балкария. Первого профессионального балкарского мастера, заслуженного художника КБР, Якуба Акизова, вспоминали в Национальном музее Кабардино-Балкарии на этой неделе. В эти дни же вописец и график отметил бы свое 70-летие. Семья художника решила представить зрителям республики последние работы, триптихи и одиночные полотна. Динамика и напряженность на его полотнах – это целая философия. Его акизовское восприятие жизни – мир глазами человека гор. Он и сейчас словно ходит рядом по залу Национального музея и наблюдает за всеми – гостями, друзьями, семьей и коллегами по художественному цеху. 70-летие заслуженного художника КБР Якуба Акизова в окружении его полотен – последних работ автора. Он перешел к живописи в момент, когда понял, вершины графики им покорены. Лени художника нашел выход эмоциям в цвете. Это был не переход, это, скорее всего, было логическое завершение, потому что человек, который в графике настолько показал себя потенциально высоким творческим человеком, не мог просто в какой-то момент не обратиться к языку цвета и не показать себя как очень талантливый живописец. Знаковость своих полозин Акизов передал детям знания техники, повторить которые не в силах другие мастера теперь на вооружении супруги и дочери Имара в день юбилея отца откроет секрет его творчества. В последнем триптихе Акизова «Дорога в ад» предсказания и сакральность смешались воедино. Знаковость графики он перенес в живопись. То есть он в первую очередь создает знак графичный, а потом уже он в цвете. И вот это совмещение, казалось бы, несовместимого дает такой эффект. И эту фишку он, в общем-то, он считал, что он ее открыл. И те немногие уроки, что он мне, например, дал, он в основном учил меня этому. Изначально график и литограф – первый профессиональный балкарский художник Икуп Акизов, только спустя годы станет видоизменять форму и трактовку своих картин, обретая все большую глубину. Воспоминания о мастере в день его юбилея от друзей по творческой мастерской «Синеж». Его работы, когда смотришь, чувствуешь национальность. Вот эта балкарская тема, хотя многие работы довольно-таки абстрактные были, но балкарская тема у него здорово чувствовалась. И потом у него был свой язык, графический свой язык. В загадке автора в каждой картине заметит супруга Акизова Сияра. Она откажется от интервью, скажет еще свежа, рано после кончины супруга и добавит за кадром. Расшифровка картины Якуба впереди. Анна Сурхайханова, Марина Ярославская и Аслан Карданов. Вести недели Кабардино-Балкария. На Чигенском картодроме состоялся открытый чемпионат республики в дисциплине «Ралли-спринт». Спортсмены соревновались в двух классах в зависимости от мощности авто. Затем, как в Кабардино-Балкарии гоночный сезон и двигатели авто его участников набирают обороты, наблюдала наш корреспондент Наталья Булат. Столбы пыли в лицо и запах жженой резины этих водителей не пугают. Скорее наоборот, доставляют удовольствие. Чигенский картодром участники турнира знают, проехать по трассе могут с закрытыми глазами, где нужно скорость прибавить, а где и притормозить. Самый скоростной участок дороги, вот этот первый поворот после прямой разгон, самая максимальная скорость прохождения поворота здесь была. Здесь мы поставили искусственные препятствия для того, чтобы снизить скорость автомобилей участников из-за второго поворота, потому что здесь опасно, может быть, слет в обрыв. Открытый чемпионат по ралли-спринту клуб автолюбителей «Дрифт Тим Нальчик» проводят третий год подряд. Соревнуются участники в двух категориях. В классе А на машинах, предназначенных для городской езды, и группе С на тюнинговых авто. Основная задача – показать минимальное время. Педали, это все взаимодействие, здесь оно более активное, более насыщенное, в промежутке времени все это приходит. Нарабатываются рефлексы, мало ли в дороге какая-то ситуация, чтобы ты рефлекторно смог это все предотвратить. Лучший показатель предыдущих турниров – 1025 метров и минута времени. Такой результат сегодня повторить крайне сложно. Состояние картодрома оставляет желать лучшего. С момента его открытия в 86-м прошлого века асфальтовое покрытие ни разу не ремонтировалось. Меж тем, этот трек считался одним из лучших в Союзе. Мы выезжаем на гоночный трек и выпускаем все наши слабости. Вот все, что набирается за будние дни, мы каждые выходные выезжаем сюда, на трассу, и здесь отрываемся. А возвращаясь в город, мы уже думаем о правилах дорожного движения. Тот, кто гоняет по треку, трижды подумает, прежде чем мчаться по трассе. Непреложная истина, говорят организаторы турнира. Возрождение автомобильного спорта они считают задачей номер один. В планах создание картодрома и соответствующей инфраструктуры, что поможет развить картинг-спринт не только в самой республике, но и привлечь участников из других регионов. Написание бизнес-плана уже близится к завершению. Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести недели, Кабардино-Балкария. С вами была итоговая программа Вести недели Кабардино-Балкария и Абислан Суизимов. Это все, чем запомнилась уходящая неделя корреспондентам нашей программы. До встречи через неделю на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова